Всех приветствую, в эфире УКРВФ ТВ. Напоминаю, что наш партнер – медицинский центр «Призма». А в гостях у нас политический эксперт Руслан Безяев. Здравствуйте. Добрый день. Вот скажите, проходит Генеральная ассамблея ООН, и наконец-то от Украины там представлен новый президент. Принесло ли это какие-то глобальные изменения в мировую повестку? Как посмотрели мировые лидеры на нашего лидера, и что это принесет Украине в дальнейшем? То, что мы сейчас наблюдаем на Генеральной ассамблее ООН, говорит о огромном уровне деградации мировой геополитики. Просто огромный уровень деградации, потому что на первый план выходят не вопросы мировой безопасности, не вопросы взаимодействия дипломатии, для которых изначально и задумывалась организация объединенных наций. Она должна была нести именно такой функционал. А вопросы, которые имеют вообще опосредованное отношение к политике, но которые стараются сделать политически важными. Вот это хайповое выступление Греты, которое многие восприняли положительно, многие восприняли отрицательно, это на самом деле средневековая повестка дня, знаете, это такая Жанна Дарк 21 века, с которой невозможно дискутировать, ее возможно только спалить. И на меня на самом деле это очень тревожный звоночек. Я задаю себе вопрос, а для чего это? Мы же понимаем, что это было сделано не просто так. Девочки, просто так на Генеральной ассамблее он не выступает. Тема климата, все-таки действительно много кого беспокоит, проблемы перед человечеством, в общем-то, всех касается. Ну смотрите, проблема климата, это на самом деле политическая проблема, которую, скажем, глобалисты вынесли на первый план. И антиглобалисты, которые им противостоят, естественно, считают, что это не самая глобальная проблема. Если мы возьмем научную составляющую, то очень многие считают, что современное человечество на самом деле не способно угробить климат планеты Земля, как бы оно ни старалось. Да, каким-то образом повредить, да, но угробить нет. Это говорит о том, что те проблемы, которые породил крах подсдамско-хельсинской системы, начинают, знаете, такими метастазами уже лезть. То есть нас пытаются загнать в повестку дня, еще раз говорю, которая не решает глобальные проблемы. И я себе задаю вопрос, что дальше? То есть что придет на смену этому? Вот самое главное. Но для того, чтобы родилось что-то новое, необходимо, чтобы умерло что-то старое. В этом плане для меня было очень интересно посмотреть выступление действующего президента США Дональда Трампа, который обозначил свои приоритеты. Сказал, что самое главное – это суверенитет. Если вы любите свою страну, то добивайтесь, чтобы она была суверенна. Что демократия и права человека – это важно, но не в контексте, скажем так, глобалистов, а в контексте патриотов. Теперь я понимаю реакцию Нэнси Пелоси, которая хочет объявить Дональду Трампу импичмент. Знаете, такое прочитав, она, наверное, подумала, что такой фигни при Петре Алексеевиче не было. И пора начинать процедуру импичмента, хотя с точки зрения американской конституции это полная профанация. То есть противники Трампа начинают медленный процесс закапывания самих себя. И тут даже дело не в процедуре самой, да, там надо две трети Конгресса, большинство Сената и две трети Верховного Суда, чего у противников Трампа нет. Тут важен даже сам принцип. То есть для того, чтобы начать процедуру импичмента президента США, согласно американской конституции, это должно быть уголовное преступление, которое доказано соответствующими правоохранительными органами, а не некие аморфные утверждения о том, что он что-то там нарушил с точки зрения влияния Соединенных Штатов или не нарушил. Исходя из этой аналогии, первое, против кого начинать было процедуру импичмента, это против Барака Обамы, того самого Джо Байдена. Возьмите его фотографии визитов на Украину за 2015-2016 год и знаменитый этот шокинг-гейт. Я вам не дам один миллиард, если вы не уберете генерального прокурора Шокина. А это как? Это вмешательство во внутренние дела или так? Попить кофе ребята выходили. Но справедливости ради все-таки Пелоси, она именно призвала к началу расследования вот этого случая и как бы подготовка для импичмента, а не сама процедура импичмента. Так что, возможно, будет проведено расследование и не зря же Трамп все-таки предлагает опубликовать стенограмму, расшифровку своих разговоров с Зеленским. Знаете, очень идет такая тонкая нелинейная игра, как говорил один мой знакомый, для того, чтобы обыграть своего противника, надо создать у него несовпадение реальности и восприятия. У противников Трампа сейчас идет очень сильный разрыв между восприятием и реальностью. Они думают, что начав этот процесс, они остановят рост рейтинга Дональда Трампа. Почему? Потому что даже еще три месяца назад Гэллоп давал где-то 12% преимуществ. Сейчас это преимущество начинает резко сокращаться, и у противников Трампа началась такая, знаете, истерика в самом нехорошем смысле этого слова. Они начинают ошибаться, они видят проблему в украинском кейсе, но самая главная проблема ведь этой всей истории не в украинском кейсе, а в китайском. Интересно, а как же все это связано? Если дойдет до этого дела, я не знаю, что задумала команда Трампа, но могу предположить, что если дойдет дело до расследования некоторых аспектов работы Хантера Байдена в Китае, тогда будет совсем печально для противников Трампа. Потому что если украинский кейс, знаете, это такой короткий кинжальный удар, то там это такой, знаете, паровой каток, молотом по голове. Это говорит о том, что противники Трампа исчерпали практически возможности легального, нормального, политического исхода этой кампании. Они понимают, что на концовке они могут проиграть. Ну и в ход уже идут такие инструменты, которые даже для такой страны, как США, раньше были неведомы. То есть фактически вся пресса ополчилась против Трампа. Даже в разведке святая святых и то как бы сидят люди, которые считают, что надо действовать не по закону и по Конституции, а по зову сердца. После этого наша Украина достаточно демократическая страна на этом ходе. Не, ну все же не вся пресса, ну вот Fox News, допустим, это же известные своими симпатиями к Трампу, продолжают отстаивать, что не было никакого вмешательства и давления. Да и вот даже наш президент и тот дал комментарий о том, что не было никакого давления. Ну давайте так, сначала и по порядку. Вообще сам Трамп, если вы заметили, он практически не общается через СМИ, он их называет фейк-ньюс. И вот даже последняя ситуация на G20 в Усаке, когда его попросили комментарий, практически все СМИ сказали, я с фейк-ньюс не общаюсь. Да пошли вы, да, на понятном нам с вами языке. Это говорит о том, что в принципе информационное поле, оно контролируется в большей части не сторонниками Трампа. И поэтому играть на этом поле, даже там учитывая Fox News, бесполезно, ты все равно проиграешь. То есть все равно тебя вытянут на свою повестку дня, да там, собственно говоря, и притопят. Поэтому с этой точки зрения Трамп действует правильно. Глобальная проблема команды Трампа это кадры. То есть он никак не может найти кадры. Даже вот история с помощниками, с госсекретарями говорит о том, что те цели, которые он перед собой ставит, пока что не находит достаточно исполнителей. Даже вот та же история с Болтоном, да, вроде же классный пацан, но как оказалось, классный пацан не профессия. Афганистан провалил, Ближний Восток провалил, сближение Москвы и Парижа проспал. Все, ты уволен, но проблема-то осталась. Вот как эту проблему будет решать команда Трампа, я пока не знаю. Но если он не решит, даже второй срок Трампа не решит американского внутриполитического кризиса, чем он закончится, пока сказать достаточно тяжело. Но он будет идти понарастающе. Ну и что-то успеха в борьбе с Китаем особо незаметно пока что? Все дело в том, что Трампу надо было решать эту проблему гораздо раньше. Но он посчитал, что разведя своих противников, знаете, ведя вот эту тактику, знаете, как в футболе тик-так было у Ардиолы, да, вот этих вот коротких передач, примирение, конфликт, примирение, конфликт, примирение, конфликт. Он сможет разобщить своих противников и не дать им объединиться в единый фронт. При этом глобальной целью он избрал Евросоюз. И это была, на мой взгляд, его ошибка. Потому что пока он как бы занимался Евросоюзом, вы же видите, что ситуацию по Брекситу Евросоюзу удалось откатить назад. Знаете, с Макрона принято смеяться, а там мальчик перхоть, жена в возрасте. У мальчика оказались, судя по истории с Брекситом, знаете, такие железные причиндалы. Я бы не стал его недооценивать. И в результате Трамп получил войну на два фронта, а войну на два фронта выиграть невозможно. И поэтому сейчас мы видим, что все его основные противники, в общем-то, остались при своих. А на внешнеполитической арене у Дональда Трампа, несмотря на ряд достаточно серьезных внешнеполитических достижений, в смысле выполнения своих предвыборных обещаний, то, что он обещал. Еще раз напомню, Трамп один из немногих президентов США, которые считают, что выполнять свои обещания нужно не только внутри страны, но и за рубежом. То есть Афганистан, попытка вывести войска, Ирак, Сирия. Это все как бы ложится в его копилку. Но вот ситуацию решить именно с Евросоюзом, с помощью Брексита, как инструмента, не удалось. И вот с этого начались небольшие проблемы. Как они будут решаться дальше? Но пока по ситуации на сейчас в Британии она там патовая. И я не знаю, чем оно закончится. Вариант так не достанься же ты никому, я думаю, не сработает. А кризис в Британии это все-таки больше удар по Трампу, чем по Европейскому Союзу. И здесь понятно, что укрепление линии Пекин-Москва-Париж будет продолжаться, и причем будет продолжаться такими стахановскими методами. Потому что участники этой троицы прекрасно понимают, пока Америка занимается своими внутренними разборками, она будет ослаблена на внешнеполитической арене. Появится пространство для маневра, появляется пространство для маневра, надо действовать. И вот ситуацию, которую мы наблюдаем в последний месяц вокруг Украины вообще, и конфликта на Донбассе в частности, яркое тому подтверждение. Ну вот интересно, что у этой оси Париж-Москва-Пекин, в общем-то, это не монолитный союз, и внутри них тоже огромное количество разногласий, которые, наверное, нельзя тоже так просто решить одними переговорами. И вот не находите ли вы этот какой-то ситуативный союз? Я вот сразу начал. Ситуативный союз с одной простой задачей, против кого мы дружим, поймаете? Ну против США, я так понимаю. В данном случае против США Трампа, потому что противники Трампа, они идеологически, экономически и политически абсолютно устраивают нынешние правящие элиты в Евросоюзе. А вот Трамп как бы является их глобальным противником. Тогда почему они не подыгрывают противникам Трампа? Ну почему они не подыгрывают? Они чем могут, тем стараются подыгрывать противникам Трампа. Ну тут же понимаете, одно упоминание Трампа о том, что США могут вести пошлины против европейского автопрома, что вызвало приступ холодного пота в штаб-квартирах ведущих немецких автомобильных производителей. А ведь только была озвучена угроза. И все так. Помните Мюнхенскую конференцию? Что писали в это время ведущие немецкие журналисты? О том, что мы еще никогда не видели такой разобщенной Европы. Что показала последняя встреча G7? Что она фактически превратилась в G6 плюс 1. То есть Трамп против всех остальных. И вот эта ситуация, она никуда не денется. Этот ситуативный союз, он пока будет. Его формирование было логично. Мы говорили об этом год назад, что оно вытекает просто из логики развития событий. Из логики обстоятельств. Потому что это хорошо, плохо, нравится или не нравится. Потому что оно так ведет и оно так логично. Сейчас мы наблюдаем, так сказать, конфетно-букетный период в этой оси. Но сколько он продлится, ну покажет время. Ну какое же место Украины будет во всей этой ситуации нового геополитического расклада? Ну смотрите, сейчас все же как бы рассуждают на тему украинского кейса. Украина на первых полосах газет. Имя нашего президента упоминается достаточно часто. Такого никогда, наверное, не было за последние 10-15 лет в истории нашей страны. Однако, на мой взгляд, ценность украинского кейса сейчас немножко преувеличивается. Да, это инструмент, с помощью которого противники и сторонники Трампа пытаются решить свои проблемы. И выделяя как бы этому инструменту определенное внимание и помощь. Но он будет работать какой-то определенный период. А вот дальше, после того, как то, что анонсировало Пелоси, с треском провалится, и начнется обратный ход, вот тогда украинский кейс станет одной из серий этого нового многосерийного фильма «Дональд Трамп начинает догонять». И вот тогда на первый план уже выйдет не столько Украина, сколько глобальное противостояние американских элит и Китай. Что мы можем с этого получить? Первое. Ну, страна не обладает суверенитетом, поэтому ввязываться в эту драку на чьей-то стороне однозначно нельзя. Вот сейчас я, знаете, за последние сутки читаю массу версий, которые подводят к двум противоположным результатам. То есть Зеленский сыграет на стороне демократов, Зеленский сыграет на стороне Трампа. На мой взгляд, это линейный подход. Я думаю, что в конце концов в интересах Украины постараться максимум дистанцироваться от этого конфликта. И самый главный вопрос, как это сделать теперь. Да и возможно ли. Да, и возможно ли. Вот понимаете, вот в условиях, когда у нас нет суверенитета, это будет крайне трудно. Я не знаю, как это получится у Зеленского. Но вот судя по тому, как он делает заявление, вот за последние сутки, я понимаю, что он пытается все-таки балансировать. Чем закончится эта балансировка? В глобальном стратегическом плане, вот если положить на чашу весов Евросоюз и США, то, казалось бы, на первый взгляд, вот из логики намерений, которой говорит Зеленский, надо выбирать США. Ну, толку, что мы сыграем на поле доброго копа? Что нам это даст? Знаете, как показывает ситуация на Ближнем Востоке, американская помощь достаточно дорогое удовольствие. Предложили недавно Саудовской Аравии военную помощь. Почесали шейхи. Подумали, да, конечно, помощь-то окажут, но потом выкатят же счет за это все. Дешевле как-то самим скуситами. Поэтому я бы в этом плане все-таки не был сторонником версии о том, что нам надо очень плотно и плотно и плотно с той или иной стороной. Фактически, реально, в окончании конфликта на Украине, в нашей модернизации, на данный момент ситуативно заинтересована больше Европа. Речь Макрона это показывает. Так что Зеленский все-таки должен выбрать сторону Евросоюза, да? Понимаете, опять же, понятие должен, оно достаточно условно, он должен принять решение, стратегическое решение. То есть политики такого уровня всегда принимают стратегическое решение. На данном этапе, пока у нас нет суверенитета, мы будем вынуждены балансировать. Вот грани этой балансировки, это самый главный вопрос. Надо постараться все-таки, знаете, пропетлять между каплями хотя бы еще несколько лет. А вот дальше, когда ситуация поменяется и в некоторых моментах прояснится, можно уже будет принимать или реализовать некое стратегическое решение. Я думаю, у команды президента оно есть, но вот какое, пока понять очень тяжело. Вы же видите, что они специально уводят в многих вопросах в сторону, для того, чтобы не поняли, чего же они в стратегическом плане хотят. Потому что многие решения будут непопулярны, абсолютно непопулярны. И к ним надо потихоньку готовиться. Вы имеете в виду внутренние или внешние решения? Ну, у нас же как бы все внутренние решения, они упираются во внешнеполитический контур. Какие у нас три ключевые проблемы? Это война на Востоке, это коррупция, это бедность. Вот решить третьи задачи можно только в комплексе. Для того, чтобы здесь поднять экономику, необходимо закончить войну на Востоке и вернуть стране суверенитет. Для того, чтобы закончить войну на Востоке, необходимо провести конкретные, самое главное, качественные переговоры, которые дают результат. Сейчас, знаете, последняя неделя идет хайп вокруг формулы Штенмайера. В самом деле формула Штенмайера – это предпосылка для начала переговора. А закончится все, скорее всего, некой формулой Макрона. Это будет абсолютно новый документ, который будет учитывать все факторы и сердцевиной которого станет идеология примирения. То есть уже не война, еще не мир, вот мы где-то на примирении будем находиться. И вот в рамках этой концепции будет развиваться ситуация. Да, там гуманитарный блок, развод войск. Скажем так, отношения с Россией станут более прагматичными, я не скажу теплыми или смягченными, но более прагматичными, выражусь так. Но вот политическая часть Минска, она станет и уже есть предметом очень серьезных переговоров. Там же ведь и изменения в Конституцию, и амнистия. Ну, закон о собым статусе у нас принят, но просто не работает. Как его вводить, на каких основаниях, то есть как это отразится на ситуации внутри страны. Как потом работать с децентрализацией, то есть это целый блок вопросов. Он не будет решен так быстро, я думаю, что где-то эту ситуацию мы будем наблюдать в течение полугода. Она будет медленно-медленно-медленно развиваться. Вот когда вы говорите о переговорах, то тут тоже важно уточнить все-таки в каком формате, потому что разные есть варианты. Нормандский формат, Минский формат и вообще вот даже озвучивался вариант один на один Зеленский и Путин. Какой лучше? Форматы это инструменты. Если вы хотите посмотреть на Луну, вы что выбираете? Разные варианты могут быть все же. Но они в принципе все более-менее одинаковые. Если вы хотите забивать гвоздь, то вы же не возьмете микроскоп. Правильно? Поэтому в данном случае нормандский вариант это продолжение Минского формата. Это встреча на высшем уровне. Встречи один на один, о которых в последнее время говорят, да, скорее всего будет встреча президента. Потому что сейчас двухсторонние контакты более эффективны, чем контакты коллективные. То есть можно собраться, конечно, о чем-то договориться с помощью тех же посредников. Но реализация этих договоренностей это всегда двухсторонний контакт, потому что в процессе всегда будут шероховатости. Потому что противники этой концепции, они же никуда не отошли, они же не испарились. Они здесь. И там, и здесь как бы они есть, они присутствуют. Они понимают все последствия того, что даже если ситуация перейдет из состояния войны в состояние перемирия, для многих это очень и очень плохо. Хорошо закончат не только лишь все. А роль США в таких переговорах? Ну вот тоже озвучивались мысли, что проблема нормандского формата, что там как раз Америки не хватает. Ну знаете, как вам сказать, какой Америки? То есть интересы Соединенных Штатов Америки надо рассматривать сквозь призму администрации Трампа и его противников. У них разные интересы. Ну, например, Курт Волкер, да, которого вроде как бы формально назначил Трамп, да, ну, плоть от плоти его противников, он все пять лет занимался чем здесь? Он тушил этот пожар бочками с высокооктановым керосином. Поэтому, насколько я понимаю, предложение Зеленского о том, чтобы США вошли полноправным участником в нормандский формат, сразу же вызовет как минимум вопросы у остальных членов. А там же надо, чтобы не было противления. Знаете, согласие есть продукт непротивления сторон. Если они войдут с концепцией, которую устраивает всех остальных участников, то да, их могут пустить. Но если они зайдут со своей старой концепцией, я не думаю, что в этом случае участие Соединенных Штатов станет позитивным фактором. В данном случае затягивание времени не в нашу пользу. А вот есть еще такой крупный игрок, как Китай. И недавно стали слышны заявления, что не характерно о заинтересованности Китая в регулировании этого конфликта. Ну, естественно. Ситуация смотр с Сичью показала, что китайцам крайне интересны наши технологии. Именно в сфере, в частности, двигателестроения. У них с этим пока что есть проблемы. Как только они эти проблемы решат, естественно, интерес у них немножко упадет. Это уже будет зависеть от того, как будет вообще ситуация вокруг Укра-бронпрома развиваться. То есть можем ли мы поддерживать на достаточном уровне научно-технологический комплекс современный в сфере вооружения. Да и не только вооружения. Что же касается остальных вопросов, которые интересуют Китайскую Народную Республику, то здесь она будет решаться, я думаю, уже на глобальном уровне Китая-США. То есть в данном случае мы интересны с точки зрения логистики, конечно же. Ну и с точки зрения пока технологий. Как это будет развиваться в глобальном плане посмотрим, но однозначно Китай не будет лезть в нормандский формат. Ну зачем? Ну даже не в нормандский формат, но какое-то другое влияние, например, на ту же Россию оказывать. Не думаю, не думаю, не думаю. В этом смысле не думаю. Вот с точки зрения глобальных взаимоотношений Китай-Россия-Европа, да, там будут как бы идти подвижки, движения и так далее. Но с точки зрения как бы Украины для них это не первоочередная сейчас проблема. А интересно ли Украина Китаю как объект для инвестиций? Вы знаете, любая страна становится интересна как объект для инвестиций, если она ведет понятную, прагматичную, прозрачную политику. Если вы хотите быть интересным инвестором, в первую очередь вы должны сделать три вещи. А. Снизить налоги. Б. Повести экономику из тени по максимуму. И В. Иметь прозрачную, нормальную судебную систему. Есть ли у нас на сейчас эти три параметра? Мне почему-то еще в голову Г приходит максимально дешевая рабочая сила. Ну понимаете, это понятие сейчас даже в той же Европе достаточно относительное. Где сейчас самая дешевая рабочая сила? В Европе. Ну в Европе нет, а вот в странах третьего мира вполне можно поискать. Даже сам Китай уже не является страной самой дешевой рабочей силой. Уже туда, в сторону Индии и Пакистана сдвигается эта тенденция. А. И Африки. Да, ну и в том числе и Африки, да, где китайское влияние, кстати, гораздо сильнее, чем Китай занимается более системно. Поэтому дешевая рабочая сила, квалифицированная, это больше наша проблема, потому что у нас отток произошел. И как это теперь людей вернуть, это теперь наша проблема. Для инвесторов эта проблема как бы важна, но вторична. Вот эти три, которые я перечислил, это первичный. И скандал с Филиппом Моррисом это показал. Если, пожалуйста, Филипп Моррис же изимел производство, я не думаю, что там была проблема в рабочей силе. Там проблема в наших ежиках, понимаете, которые, ну, привыкли, знаете, как в том анекдоте про мартышку, которая обманула всех, заплатила за такси и пошла пешком. История с Филиппом Моррисом где-то из этой оперы. Ну а вообще, вот вы говорите о понятной политике. Похоже ли то, что у нас формируются какие-то понятные, очевидные экономические программы, стратегии для дальнейшего развития Украины? Потому что, ну, пока что доводится только слышать об отдельных шагах. Ну, там вроде создание рынка земли, приватизация, распродажа госпредприятий. В общем, все, что и было до этого. А есть ли какие-то основательные подвижки? Или какие могут быть реальные последствия от предложенных реформ? Это школа танцев, вам говорят, да, два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад. Почему это получается? Потому что нынешний состав кабинета министров Украины, это не кабинет министров Украины, это скорее кабинет министров транснациональных компаний, которые имплантировали в Украину. Соответственно, здесь наблюдается разрыв между тем целеполаганием, которое артикулирует президент Зеленский и теми шагами, которые делает и кабинет министров, и по большому счету Верховная Рада. В этом есть масса минусов. Почему? Потому что мы работаем в старой повестке дня, потому что то, что они делают, это сохранение ресурсной модели экономики. Открытие рынка земли – это четкое понимание того, что мы остаемся в ресурсной модели экономики. Это не снижение налогов для производителя, о чем мы говорили. То есть это не стимулирует приход сюда инвесторов. И это не защищает своего производителя и малый и средний бизнес, которые фактически являются во многом драйверами развития любой экономики. То есть то, что они сейчас делают, это попытка на базе того, что делал Гройсман, на базе этого фундамента построить новую настройку. Но, знаете, хотели как лучшее, а получилось как всегда, как говорил покойный Черномырдин. Поэтому я думаю, что эти досрочные выборы, они не станут и не могут стать концом политического кризиса, а просто его очередным витком. И, скорее всего, осенью 2020 года нас ждет перезагрузка этой вертикальной. Верховная Рада и Кабин. А говоря о «получилось как всегда», вы имеете в виду бюджет новый? Да не только бюджет. Понимаете, что такое бюджет? Это оцифрованная стратегия развития. Нам говорят, ну, это последний бюджет, который мы там на год сделали. Дальше сделаем на три. Я беру показатели, которые они планируют по ВВП до 2021 года. Это же с учетом открытия рынка земли. И понимаю, что эти чикагские мальчики, они 90-е годы. То же самое. Декларируем одно, а получаем другое. Почему? Потому что и теория, так сказать, хромает, а с практикой там совсем все печально. Я не буду сейчас переходить на личности министров. Каждый желающий может найти для себя много нового интересного с точки зрения сарказма и юмора. Я сейчас говорю об общей концепции. И вот это понимание, оно неизбежно приведет к конфликту. Но кризис будет нарастать. И я думаю, что это правительство закончит печально. И нынешний состав Верховной Рады. Знаете, желание быть зеленым же не соответствует наличию профессиональных качеств. Когда у многих депутатов спрашивают, ты понимаешь, за что ты голосовал? Ну, при этом есть и положительный аспект. То есть, в принципе, вот это вот все окончательно ломает сейчас старую систему. Знаете, тут мы в ситуации, наверное, 17-го года. Для того, чтобы что-то построить новое, надо до основания разрушить все старое. То есть, вот как действовали в свое время большевики, да, потом они на этапе столкнулись с тем, что как бы для того, чтобы все восстанавливать, нужны в том числе и специалисты. И не только военные, но и экономические. Поэтому следующая эпоха в этом смысле, это уже будет эпоха очень высокопрофессиональных людей. Ну, то есть, все-таки смотрите с оптимизмом. Ну, понимаете, оптимизм и пессимизм, это, знаете, эмоциональное понятие. Я стараюсь смотреть на ситуацию реально и понимаю все плюсы и минусы, которые нас ждут в ближайшее время. Есть плюсы, да, вот это плюс. Все остальное сейчас, ну, сбалансирует на грани ноль-минус. Это не значит, что все плохо. Это значит, что ситуация развивается именно так, как она может развиваться, исходя вот из логики обстоятельств того, куда мы приплыли в результате пятилетнего правления Петра Алексеевича. И как бы вы назвали это место? Ну, вы знаете, я всегда говорил, что надо говорить не о персоналях, а о формуле страны, которую я строил. Вот это вот то, что мы строили, да, с архаичной повесткой дня, гибридностью, как ее называли и всем прочим, оно фактически приводит к тому, что Украина стала непонятна не только для самой себя, но и для своих соседей. Вот эта ситуация разбалансированности, ее надо убирать. Но на все надо время и силу инерции пока еще никто не отменял. Отсюда как бы все разговоры про реванши, про путь там и прочее, прочее. То есть идет внутренний конфликт, потому что старая система сопротивляется, она никуда еще не делась. И окончательная перезагрузка произойдет только после местных выборов. А вот что касается возможных выборов, допустим, в Киеве, вот тоже происходит определенное обновление местной власти, вот увольнение Кличко с поста главы киевской администрации. И возможно ли, ну, какое-нибудь новое назначение приведет к улучшению жизни киевлян? К улучшению жизни киевлян приведут не только выборы, но и конкретно ревизия закона о Киеве, городе-герое, столице Украины. Потому что то, что там заложено, это не децентрализация, это одна из форм управления. Райсоветы, в принципе, это форма управления. Надо переходить на микросоветы, надо как бы очень серьезно проводить действительно самоуправление, не только в Киеве, но и все другие города. А выборы это один из этапов и один из инструментов. Вот то, что опубликовал рейтинг вчера, рейтинги кандидатов мэра, да, там Кличко на первом месте, Притула, по-моему, на втором, Ткаченко на третьем, это все пока, знаете, прикидки. Я думаю, что выборы будут, да, выборы будут в два тура. С большой долей вероятности во второй тур выйдет Виталий Владимирович, потому что он как бы изначально провоцировал эту ситуацию со своей стороны, видя свои реальные рейтинги, но мэром он не станет. Мэром станет какая-то совершенно другая фигура, я ее называю там условный Меламут Карагородский, где-то так. Ну а в других регионах Украины вот чувствуются какие-то преимущества децентрализации или нет? Знаете, регионы еще живут по инерции, понимаете, в регионах происходит интересная ситуация, когда люди сейчас пытаются копировать прошлое. Вот они увидели результаты досрочных парламентских выборов, удивились, задумались, начинают все копировать. Но копируя, ты всегда отстаешь, копия всегда хуже оригинала. Поэтому проблема большей части наших местных элит заключается в том, что у них ключевая категория – это доступ к бюджету. Вот чем ближе ты к бюджету, тем более ты, скажем так, успешен в своем регионе. Если не сломать эту концепцию, то мы далеко никуда не едем, потому что, как мы с вами знаем и понимаем, революцию всегда выигрывают в столицах, но удерживать ситуацию можно только, если ты контролируешь ситуацию на местах, если ты ее управляешь. И вот эта вот ситуация, когда нужны новые не просто, знаете, кадры, а кадры квалифицированные. Потому что классный пацан – это не профессия. Ты можешь быть успешным фотографом, но это же не повод руководить, например, внешней разведкой. Да, или там Укрспецэкспорт. Вот это самая главная проблема, с которой столкнулась новая власть. Это страшнейший кадровый голод на квалифицированных людей. Как они ее будут решать? Пока не знаю. Но если не решат, будут проблемы. Ну вот и в этом контексте интересно, как будет решаться проблема транзита и поставок газа в Украину с Россией. Вот вроде бы идут переговоры в Брюсселе, даже отмечается определенный конструктив. Но вот лично мне интересно, что в итоге возобладает, какая-то политическая повестка или вот все-таки прагматизм? Ну, начнем с того, что вопреки прогнозам многих путиновидов, Северный поток так и будет достроен. И вступит в строй. Также, скорее всего, мы будем наблюдать картину расширения южного направления поставок российского газа в Европу. Собственно, у нас остается очень узкое направление. Это юг Европы. Вот там Словакия, Австрия, Италия. Вот это направление. Ну, реально, это где-то порядка 60 миллиардов кубов. То есть позиции сторон в этом плане немножко, да, сблизились. То есть мы можем говорить о том, что, скорее всего, контракт будет заключен не на год, но и не на 10 лет. Скорее всего, это будет какая-то промежуточная цифра, там, 3 года, может, 5 лет, не знаю. Объем газа приблизительно 60 миллиардов кубов. И за транзит мы сможем получать пока что, насколько я слышал, где-то идет речь о сумме 1 миллиард долларов. Это очень мало, потому что это притык просто для поддержания ГТС нормальным состоянием, что она требует ремонта. И вообще для ее модернизации сейчас надо 5 миллиардов евро. Просто это еще англичане посчитали, еще, по-моему, в 2010 или 2011 году, что надо 4,2 миллиарда долларов. Вот последние, скажем так, цифры, которые я слышал от экспертов, это где-то 5 миллиардов евро. То есть в бюджете их нет. Нет категорически, поэтому решать вопрос газотранспортной системы придется. В каком ключе? Ну, здесь уже как бы будет второй раунд переговоров, и все зависит от того, что какая будет вообще ситуация на рынке углеводородов Европы в самые ближайшие 3 года. То есть удастся ли Соединенным Штатам задуманной экспансии. Пока с этим получается не очень, чтобы очень. Но как оно будет через 3 года, ну, пожуем, увидим здесь, как говорится. В любом случае, нам надо сейчас исходить из того, что, да, диверсификация штука, конечно, хорошая, но вот эта вот вся история со свиноустем, там же экономики нет, там же чистая политика. Ну, то есть Польшу сделать таким отдельным хабом на противовес Германии, да? Ну, там, наверное, не хаб, то есть там же то, что они нам будут продавать, но это вообще ни о чем, начнем с того, что они смогут продавать, только когда у самих будет достаточное количество газа. И самый главный вопрос – это цена. Это бизнес. Понимаете, газ – это тоже бизнес, цена. То есть наша промышленность, она же, понимаете, она еще во времена Советского Союза была построена, она очень сильно потребляет газ. И цена поэтому очень важный фактор. В данном случае, я не знаю, может быть, через пару лет мы все-таки вернемся к идее газотранспортного консорциума, посмотрим. Посмотрим, с чем закончится вот эта ситуация с этими потоками. То есть будет ли строиться Турецкий поток-2, возобновляет ли Южный поток. Это пока что все вопросы, на которые у меня, по крайней мере, однозначного ответа пока нет. Но в любом случае нам надо понимать, что для того, чтобы мы стали надежным партнером, у нас должна быть долговременная стратегия по всем направлениям. Не так, знаете, как у нас привыкли. Вчера Путин ла-ла, а сегодня, ну, вроде нормальный политический деятель, можно с ним встречаться, да, звонить, пленными меняться. Знаете, надо убрать, ну, гибридность у себя в голове, а уже потом убирать гибридность во всех остальных вопросах. Поэтому приходит время прагматичных политиков, прагматичных, профессиональных и успешных, с успешным бэкграундом. В таком случае мы можем рассчитывать, что проект «Успешная Украина» будет реализован. В противном случае нас ожидает задворье Европы, чего бы мне очень не хотелось. Ну и пока что вот вы видите основную проблему все-таки в профессионализме политиков. Концепция, стратегия, концепция и профессиональное качество, безусловно. Если у вас нет стратегии, хотя бы лет на 15-20, в современном мире вы проиграете. То есть вы смотрите, куда развивается современный мир, да. Цифровизация, роботизация, освоение космоса, да, экспедиция на Луну. А мы о чем с вами говорим? А газ, рынок Земли, понимаете, ну, я пишу письмо в Аргентину, называется. Зачем нам, ну, второй вариант Аргентины. Хотя, в принципе, у них там, если брать ВВП на душу населения, то все не так печально, как у нас. То есть в основе экономического роста я живлю. Лежит очень сейчас быстрая модернизация всего, что мы имеем. Но пока что те инструменты, которые нам предлагают, эту задачу не решат. Придется этот год как-то пережить. Подождем твою маму. Но никаких сил, по сути, для этой модернизации нет? Понимаете, нету концепции и нету направления. То есть те люди, которые пришли, у них не стоит такой задачи, насколько я понимаю. Да, они будут снимать сейчас блоги, они будут делать там фотосессии, они будут как бы вот с точки зрения образа очень презентабельны и успешны. Но с точки зрения содержания, ну, у них не те задачи стоят. Это же понятно. Это мы можем видеть практически в любом аспекте, который мы анализируем. Ну что ж, Руслан, спасибо. Будем смотреть, как дальше разворачиваются события в мире и в Украине. Будем звать вас для того, чтобы кто-то это все прокомментировал и объяснил. Спасибо большое. Спасибо вам, наши зрители. Оставайтесь дальше на наших эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok